Сила ампера На движущиеся, заряженные частицы и на проводник с током. Для начала повторим пройденный материал. Необходимо закончить предложение. Первый вопрос. Магнитное поле образуется вокруг проводника с током. Второй вопрос. Северный полюс магнита обозначается буквой? Конечно, Н. Третий вопрос. Магнитные линии вокруг проводника с током имеют форму? Окружностей. Четвертый вопрос. Характеристикой магнитного поля является? Вектор магнитной индукции. Следующий вопрос. Если два магнита отталкиваются, то их полюса? Одноименные. Шестой вопрос. Магнитные линии направлены от какого полюса к какому? Они направлены от северного к южному. Седьмой вопрос. Направление вектора магнитной индукции можно определить с помощью правила буравчика или магнитной стрелки? Следующий вопрос. Направление магнитных линий вокруг проводника с током зависит от направления тока? И последний вопрос. Вектор магнитной индукции измеряется в Тесла. На прошлых уроках мы выяснили, что вокруг проводника с током существует магнитное поле, силовые линии которого замкнуты. Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции. Ампер выяснил, что магнитное поле действует на проводник с током с определенной силой. Давайте рассмотрим такой опыт. Соберем цепь электрическую при помощи источника тока, рамки с током, подвешенную на штатив, реостат и ключ. Рамка должна входить в постоянное магнитное поле дугообразного магнита. Когда цепь у нас отключена, рамка неподвижна. Как только мы замыкаем цепь, рамка начинает отклоняться. Это говорит о том, что магнитное поле действует на рамку с током. Если мы поменяем направление тока в цепи, то рамка будет отклоняться в противоположную сторону. Если же мы поменяем полярность магнита, снова рамка будет отклоняться в обратную сторону. Значит, направление тока в проводнике, направление линии магнитного поля и направление силы, действующей на проводник, связаны между собой. Силу, действующую на проводник с током в магнитном поле, называют силой ампера в честь французского ученого Андре-Мари-Ампера, который подробно описал ее свойства. Сила ампера всегда направлена перпендикулярно вектору магнитной индукции В, направлению тока, текущего по проводнику. Направление же силы ампера можно определить при помощи правила левой руки. Если ладонь левой руки подставить таким образом, чтобы силовые линии, выходящие из северного полюса и входящие в южный, входили в ладонь, 4 пальца были направлены по направлению силы тока, то отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление силы ампера. Сила действия магнитного поля на проводник с током равна нулю, если направление тока в проводнике совпадает с линиями магнитного поля или параллельны им. По результатам проведенных опытов, ампер пришел к выводу, что сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, равна произведению перпендикулярной составляющей вектора магнитной индукции силы тока и длины проводника. То есть, сила ампера равна произведению магнитной индукции силы тока и длины. Если же вектор магнитной индукции направлен к элементу тока под углом альфа, то выражение примет следующий вид, сила ампера равна произведению магнитной индукции на силу тока, на длину проводника и на синус угла между магнитной индукцией и силой тока. Из полученной формулы следует, что сила взаимодействия максимальна при условии, если синус альфа равен единице, то есть угол альфа равен 90 градусам. Магнитная индукция на основе закона ампера раскрыт физический смысл магнитной индукции с единицей измерения силы. Индукция магнитного поля равна отношению силы ампера к произведению силы тока на длину проводника и на синус альфа. И, конечно же, установлена связь единицы измерения магнитной индукции с единицей измерения силы. 1 тесла равна 1 ньютон разделить на ампер, умноженный на метр. Какова же сила взаимодействия параллельных токов? Давайте рассмотрим с вами вот такой рисунок. Мы помним, что по опыту ампера два проводника, в котором ток направлен в одном направлении, будут притягиваться. Проводники, в котором ток направлен в противоположном направлении, будут отталкиваться. Пусть по параллельным проводникам, которые расположены на расстоянии R, протекают токи И1 и И2. Магнитное поле первого проводника действует на второй проводник с силой, равной, согласно закону ампера, произведению магнитной индукции первого проводника на силу тока второго проводника на его длину и синус альфа. Магнитная же индукция поля прямого проводника с током равна отношению произведения магнитной постоянной на силу тока первого проводника к удвоенному произведению π на R, где R это расстояние между проводниками. Подставив первую формулу вторую, получим формулу для расчета силы взаимодействия прямых проводников с током. Сила ампера равна отношению произведения магнитной постоянной на силу тока первого проводника, силу тока второго проводника и на их длину к удвоенному произведению π на R. А теперь перейдем к практической части нашего урока. Решим задачи. Первой задачей у нас нарисованы магниты, полюса магнитов северный и южный, между которыми у нас установлен проводник с током. Сила тока в этом проводнике обозначена точкой, что означает, что она направлена к нам. Нам необходимо определить по правилу левой руки направление силы ампера. Для этого нужно вспомнить, что силовые линии выходят из северного полюса и входят в южный полюс. Значит, ладонь левой руки устанавливаем таким образом, чтобы силовые линии входили в ладонь. Четыре пальца направляем по направлению силы тока. Таким образом. Отогнутый на 90 градусов большой палец показывает вверх. То есть сила ампера будет отклонять этот проводник в направлении вверх. Вторая задача. Также нам даны полюса магнитов и направление тока в проводнике, который находится в магнитном поле данном. Также по правилу левой руки устанавливаем ладонь левой руки таким образом, чтобы силовые линии, выходящие из северного полюса и входящие в южный полюс, входили в ладонь. Четыре пальца устанавливаем по направлению силы тока. Отогнутый на 90 градусов большой палец показывает направление силы ампера. В данном случае влево. Следующая задача. Определите силу, с которой однородное магнитное поле действует на проводник длиной 20 см, если сила тока в нем 300 мА, расположенной под углом 45 градусов к вектору магнитной индукции. Магнитная индукция составляет 0,5 Тесла. Запишем краткое условие к задаче. Дано. Магнитная индукция, длина, сила тока и угол. Нам необходимо найти силу ампера. Не забываем переводить в систему Си. То есть 20 см это 0,2 м. 300 мА это 0,3 А. Решение. Запишем формулу силы ампера. Она равна произведению магнитной индукции на силу тока, на длину проводника и на синус угла альфа. Подставим наше значение и вычислим, что сила ампера равна 0,021 Н. Запишем ответ. Следующая задача. Проводник с током 5 А находится в магнитном поле с индукцией 10 Тесла. Определить длину проводника, если магнитное поле действует на него с силой 20 Н и перпендикулярно проводнику. Запишем краткое условие задачи. Магнитная индукция равна 10 Тесла, сила ампера 20 Н, сила тока 5 А, угол альфа 90 градусов. Необходимо найти длину проводника. Запишем формулу для нахождения силы ампера. Также она равна произведению магнитной индукции на силу тока на длину проводника и синус альфа. Из нее мы выведем формулу для расчета длины проводника. Длина проводника будет равна отношению силы ампера к произведению силы тока на магнитную индукцию и на синус альфа. Подставляем числовые значения и рассчитываем. Длина равна 20 Н делить на 5 А умноженное на 10 Тесла. Значение длины равно 0,4 метра. Запишем ответ. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы научились применять правила левой руки и описывать действия магнитного поля на движущейся заряженной частицей и на проводник с током. На этом урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...